Добрый день, друзья! В эфире программа «Книжный бум» и я, ее ведущая, Татьяна Соловьева. Сегодня мы поговорим об истории, о разных историях. И хочу я начать наш ТОП книг 5 с книги Сережи Минаева «Бунт и смута на Руси». Все знают Сергея Минаева как автора Духли с романа, как автора романа «Войтелки». Вообще, мое знакомство с ним как раз началось с романа «Войтелки». Автор, который сумел в 2000-е уговорить мужчин читать книги, это удивительный талант. Ведь надо понимать, что его книжки – это мужская история. Но по образованию Сергей историк. И пару лет назад он завел классный свой канал YouTube, он так и называется «Уроки истории», где в очень доступной манере, в своем стиле рассказывает и делает выводы о том, что происходило в нашей стране. Так появился этот проект. Мы с Сергеем обсудили и решили взять некоторые из выпусков и объединить под одну тему. Первая книжка «Бунт и смута». Здесь взяты разные периоды жизни нашей страны. И восстание декабристов, и революция, и Распутин. Как тонко он подмечает, что происходило, и как тонко он анализирует с точки зрения экономики, и с точки зрения, конечно же, философии. Я называю эту книгу «История для чайников». Ну, если ты так поверхностно знаком, тебе позволят погрузиться больше, и возникнет желание прочитать. Это очень доступно, достаточно забавно и интригующе. Следующая книга, которая выйдет, она будет называться «Фавориты царедворцы», где Сергей расскажет нам о всех серых кардиналах, стоявших за императорами. Мне кажется, это будет любопытно. Если говорить про истории, как таковые, мне хочется отдельно отметить, наверное, 90-е, сложный период нашей жизни, и яркий фильм, который прозвучал «Брат». Я помню свое первое впечатление от просмотра этого фильма. И мне радостно, что издательство «Бабл», которое выпустили в прошлом году комиксы в тематику к 25-летию фильма. Если вы подумали, что эти комиксы посвящены фильму «Брат», это не так. Это скорее погружение в мир. Как есть мир Марвела, так вот, был создан мир «Брата». Здесь будут истории до, истории после, истории немножко фантастические. Жанр комикса или иллюстрированного романа, графического романа, очень сложный и интересный. Ведь ты в картинке должен передать эмоцию. У тебя слов-то мало. Каждое слово на вес золота. Мне кажется, ребятам это удалось. Здесь в комиксе собраны истории абсолютно разных ребят и разных авторов. И сделаны они в разной стилистике. Поэтому для тех, кто любит фильм «Брат», это будет любопытно. Да и просто почитать, пролистать за вечер, погрузиться в атмосферу. Мне кажется, оно того стоит. Продолжая тему историй и фильмов, я хочу остановить ваше внимание на книге «Мой год с Элинджером». Это удивительный роман, и он автобиографичный роман. Что такое автобиографичный роман? То есть это реальная история, но немножечко измененная для того, чтобы стать более литературной. По этой книге снят фильм. Он называется «Мой год в Нью-Йорке» и играет там Сигурни Уивер. Что я люблю в этой книге? Я люблю атмосферу. Молодая девушка, только что закончившая университет, попадает в Нью-Йорк в 90-е годы. Развивающийся город. И она устраивается на работу в маленькое, не такое уж маленькое на самом деле, литературное агентство, сотрудничающее с самим Сэлинджером. Потрясающе. И этот мир другой. Плюшевый диван, печатная машинка. Все неспешно. Все посвящено литературе. Ее задача отвечать на письма, которые приходят на имя Сэлинджера. Все вы знаете, что Сэлинджер был весьма нелюдимый и не очень-то общался с людьми, с своими поклонниками. И в какой-то момент главная героиня увлекается и начинает отвечать за самого Сэлинджера. Это действительно история Джон Рейков. Она вспоминает свою первую работу. Мне нравится эта книга, потому что наша первая работа всегда на нас влияет. И наш первый руководитель на нас влияет. Наша первая любовь на нас влияет. Наши родители на нас влияют. На нас вообще много что влияет. И вот здесь будет рефлексия об этом. Чего мне не хватило, кстати, в фильме. Поэтому я сначала рекомендую прочитать книгу, а потом посмотреть фильм. Фильм – это потрясающая картинка. Атмосфера. Все шикарно. А книга – это ирония и воспоминания. Добрые. Когда ты думаешь, ну зачем? Зачем мне были эти отношения? Было изначально понятно, что он мне не подходит. Но я, как упертый баран, шла вперед. Я не буду рассказывать, встретится она с Сэлинджером или нет, потому что будет неинтересно читать. Но роман покорил сердца многих и был переведен на 8 языков. А мне кажется, что это большой показатель. Поэтому я рекомендую его вам для того, чтобы зимний вечер провести с наслаждением. Если говорить про воспоминания и про истории, я хочу рассказать вам еще об одной книге. И, наверное, поведать еще одну историю. Олег Рой – автор, известный, тут ничего не сказать, 30 лет. Он уже пишет книги сентиментального плана. Но я вам расскажу не об этом, Олеге Рой. Я вам расскажу об авторе философско-мистических книг. Есть такая серия 7. Серия философских притч. «Старьевщица» – это, если честно, моя любимая книга. Не потому, что другие хуже. Наверное, просто каждая книга попадает к нам в определенный период времени. Вот эта книга попала ко мне в определенный период моей жизни. И позволила мне, наверное, что-то переосмыслить. Главный герой теряет все. Так бывает. Он был очень успешен, богат. У него была жена, семья, все отлично, любовница, друзья. И вдруг он все теряет в кризис. И остается только спиваться. И вдруг в этот день в бар к нему подходит красивая женщина в красном. И предлагает продать его воспоминания, купить воспоминания и дать реальные деньги за него. Он думает, это какой-то бред. Но вспоминает о кофе, как он пил его вместе со своей бабушкой. И вот эту атмосферу. И у него появляются деньги. Чего стоят наши воспоминания? Хорошие или плохие? Как они формируют нас как личность и как формируют наше окружение? Я считаю, что роман имеет свой успех, если имеет продолжение. В прошлом году известный рэпер Эстэ, прочитав этот роман, написал саундтрек. Первый саундтрек. Потрясающе. Он в три минуты рассказал весь сюжет книги. Но еще и с музыкой. Поэтому я искренне вам рекомендую по-новому посмотреть на Олега Роя и на его романы. И на серию 7. Вы будете удивлены. Если говорить об истории и о людях, которые были в истории, то есть люди, которые на нее повлияли. Например, Игорь Курчатов. Все мы знаем, что это создатель атомной бомбы. Но помимо этого, это создатель мирного атома. И вот книга для детей Игорь Курчатов «Секрет бороды». Секрет бороды, казалось бы. Все потому, что его так все звали – борода. Когда я читала эту книгу, я была удивлена его личности. Мне всегда казалось, что он был очень отстраненным человеком. Но я ошиблась. Он был веселым и душевным. Он заботился о тех, с кем работал. Потрясающая личность и удивительный организатор, управленец, менеджер, как сейчас модно. Мне нравится, что они в одно время жили с Королевым. И встретились один раз за всю свою жизнь. Один развивал космос, другой – атомную энергетику. Мне нравится, что эта история, рассказанная для детей, – это его биография. Она мотивирует ребят не только к изучению физики, но и к тому, чтобы не сдаваться и идти к своей мечте. Трудности будут. Без них никак. Но если ты этого искренне хочешь, и если ты искренне веришь, то у тебя все получится. И вот эта книга об этом. Но самое классное в ней – это то, что тут переплетаются научные статьи. Очень доступно объясняются. Даже я, ничего не понимающий человек в физике, поняла, как работает коллайдер. Хотя, конечно же, лучше меня к нему не допускать. А еще в этой книжке есть приложение. Ты его скачиваешь на телефон бесплатно. И можешь посмотреть, такой 3D, как расщепляется атом, как идет подводная лодка. Там даже белые мишки видны. В общем, не книжка, а игрушка какая-то, а при этом еще и очень любопытная в языке. Очень доступно написано. Я знаю Наталью Акулова лично, автора этой книги. Она написала как раз книгу о Королеве. И это одна из моих любимых тоже детских книг, которые я как-нибудь вам покажу и порекомендую. У меня на столе на самом деле больше книг, чем нужно. Но это случайно так получилось. И я объясню вам, почему. Магазин из ниоткуда появляется вне времени и вне пространства. То есть он может появиться в любой момент, где угодно. И вот он появился у нас на столе. Рос Маккензи. Это молодой автор. Если вы любите Чарльза Диккенса и Лавку чудес, вам обязательно нужно прочитать эту книгу. Это такая добрая сказка. Все вспоминают Гарри Поттер, когда мы говорим о волшебстве. Но это не так. Это не Гарри Поттер. Это совсем другая история. Так вот, есть такой на свете магазин, в котором происходят чудеса. Люди в него заходят, и все, что им представляется, оно появляется. Потому что есть там фонтан желаний. А мальчишка, главный герой, попадает в этот магазин совершенно случайно. Он убегает от ребят, он сирота. И в следующий раз, когда он увидит этот магазин, он не забудет его. Тогда его берут в ученики. Естественно, он добрый волшебник. Но будет скучно, если не будет злого волшебника. И будет скучно, если не будет девочки, которая будет жить в этом магазине. И которая подружится с главным героем. И вместе они будут сражаться со злым волшебником, который когда-то владел этим магазином. Зачем злому волшебнику вновь понадобился магазин, и что он будет с ним делать, вы узнаете из книги. А я прощаюсь с вами и желаю вам отличных историй. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok